Друзья, всем привет, меня зовут Илья Андреев и вы на канале Ушатайка. На прошлой неделе состоялась пресс-конференция, посвященная бою Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко в RCC. Было довольно весело, если хотите ее посмотреть, то ссылка лежит в описании. Ну а после пресс-конференции мы записали 20-минутное интервью с Магой, поговорив на самые разные темы. И про Шлеменко, и про Минеева, и про Емельяненко, и про самые серьезные побои в жизни, и про конфликты, когда работал охранником, и даже про выступления на чемпионате Дагестана по вольной борьбе. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Расскажи, почему ты решил операцию на колене сделать? Остеофиты, да, наросты, там немножечко уже обеспокоило колено, чтобы не было отговорок в будущем. Немножко небольшое ТО провел. Сколько еще на восстановление нужно? Может, все. Так быстро? Ну, я же просто почистить сустав. А, ну понятно. А у меня тут какой-то там ни мениск, ни порван, ни связки. Вот это более такие длительные восстановительные процессы нужно, если есть какая-то конкретная травма. А у меня чисто вот связано вот с остеофитом. Понятно. Но это уже получается твоя пятая операция где-то на колене, если не ошибаюсь. На это колено? Четвертая, да. Четвертая. Если два колена берем, пятая. Понятно. И у тебя, по-моему, уже ведь ты его впервые травмировала, там какая-то история с масками шоу была связана. Да, по-моему, спецсвязь подъехали, спецсвязь. Фургончики вытащили нас, да, в принципе, обычных спортсменов. Перед моими глазами, ну вот я лежал здесь, мой, кто, с кем я приехал, мой друг лежал вот тут. И вот он откручивал, короче, что там у него в руках была граната, запала от гранаты, что там он ему в карман, патроны ему в карман. Я это буду говорить каждый раз, когда у меня появится возможность, потому что это происходило. Это был беспредел, короче. Да, и не смогли доказать потом, они мне связку порвали, да, ему вот все, что там можно было, нельзя, в карманы засунули. Потом мне чисто извини сказали. А у меня и невозможностей, как бы, на тот момент не было себя привести в порядок, да. Вот, очень сильно мучился я из-за этого потом. Так я что-то хотел там как-то поехать, что-то, но это все так, это все бесполезно на самом деле. Ну, для того человека, который был на тот момент, которым я являлся, это было бесполезно. Я никому, никто не услышал бы меня. Это сейчас у меня там двухмиллионная аудитория там и так далее. А тогда этого не было, вот. Ничего не получилось, я понимал, что я даже не могу доказать, что вот, что вот я как свидетель, не свидетель даже, ну вот, что вот они подкидывали ему это все в карманы. Именно из-за этого ты год пропустил тогда? Да, я не мог прооперировать колено, и уже через там год я с оперированным коленом как бы дрался. Ну, не с неоперированным коленом, как бы, с порванными связками я дрался. Ну вот, а рефери вот так проверял, типа, если на коленнике что-нибудь или нету, там были спицы на самом деле, но он меня пропустил. Он знал, что у меня вот такая ситуация, деньги, ну, уже кушать надо было, как бы, вот за эти 20 тысяч рублей я вот с порванной связкой там как бы дрался. И уже достаточно успешно. Вот еще такая интересная история, я просто изучал твой инстаграм вчера, до самого начала промотал, у тебя была там фотография с тренером, с футбольным. Леонид Кучук, он в то время... Да, Леонид Кучук, он спас меня, на самом деле. А вот как так вообще получилось? Он спас меня, да, вот он вот у человека, который просто нету возможности у спортсмена, да, в принципе, сказать, что прямо с большим именем спортсмен тоже не можем. Но Леонид Кучук включился, сказал, я прооперировал, прооперировал, мне колено как бы... Просто вы вроде бы совсем люди такие, но вы, наверное, вряд ли были знакомы. И общие были, общие друзья, общие знакомые, да, и вот он вписался в эту историю, за что я ему вот по сей день благодарен, вот, ну, он непосредственный вклад внес в мою развив, в то, кем я сейчас являюсь, да, и Леониду Кучуку большое-большое-большое спасибо. Как бы, всегда буду ему признателен, да, это для меня этого многого стоит. То есть это была та ситуация, когда у тебя там не было денег на операцию? Возможно, да, у меня уже атрофированная нога была вся вот такая, знаешь, тонкая, потому что я не мог прооперироваться. А сейчас короткое объявление. После сообщения о возможной блокировке ютуба мы решили перезапустить наш телеграм-канал и создать сообщество во Вконтакте. Очень ждем ваших подписок и обещаем, там будет даже интереснее, чем здесь. Также хотел бы порекомендовать замечательный телеграм-канал нашего журналиста Никиты Горшенина «Ночь в клетке». Все ссылки в описании. Подписывайтесь. А вот, слушай, Мага, а ты всю жизнь только спортом занимался или у тебя бывали какие-то там истории, чтобы ты там где-то подрабатывал? Ну, в начале… Да, 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 там таксовал, там в охране работал. Да? Да, в охране достаточно много дрался я, кстати. Но почему? Потому что я там не мог, например, пропустить мимо глаз определенные вещи, да? Ну, да. А вот расскажи какую-нибудь историю… Какую-нибудь историю? Да, из тех времен запоминающихся. Ну, вот смотри, я вот только первый день пришел в охрану. Извини, а что ты охранял? Ну, это боулинг был, боулинг-клуб. Да. Шары и кегли на Люблино. И… Вот я первый день, короче, устроился, вот мы вот собрались, там охранники такое, со скоплением охранников, я там среди них, как бы, и забегает вот в этот же вот момент, вот первый же день, такой парень, да, земляк, по-моему, наш, и говорит такой «Вы все черти, короче! Вы охранники, вы все черти, короче!» И вот просто оскорбляет нас, я вот думаю, ошалеть, я вот первый день встать сюда не успел, уже оскорблен, я думаю, может, меня не видит он. Так, и смотрю, он вроде и глазами меня тоже, как бы, через меня тоже глазами проходит. Вот. Все они стояли, как бы, такие покраснейшие все, вот. Вот им… У охранника, походу, нет возможности, вот сейчас его оскорбляют, пойти там и щелкнуть его, да, например. Он будет неправ, да, как охранник, получается. А я пошел, аккуратно вышел за ним и щелкнул ему, ему щелкнул, его друг и щелкнул. Короче, потом говорю, вот, теперь ты знаешь, какие охранники бывают. Ну, вот так подрался. Он после этого приходил еще? Нет. А, то есть, все, ты его, в общем… Нормально, попал. Поручил. А когда таксовал, бывали там что-то такие? Ну, всякое. Все эти персонажи или все спокойно? Нет, все спокойно. Ну, отлично. Ты, слушай, и последнее по поводу колен. Вот смотри, а есть такая история, вот, если взять твой бой с Владимиром Минеевым, это, кстати, на это еще Ислам Махачев обращал внимание, когда он прям очень грамотный… Я не знаю, ты видела или нет, он прям грамотный очень разбор сделал, что ты его удерживал руками, и из-за этого, соответственно, руки забивались, и что ты не можешь… Ну, где-то по определенным причинам я не задействую, да, свои ноги. Да, хотя… Нет, это не значит, что я не буду задействовать тех. Возможно, я перешагну через этот момент и буду задействовать их в следующих своих противостояниях. Ну, знаешь, когда ты бережешь колени, которые четыре раза там прооперировал, в один момент ты перестаешь контролировать человека ногами, да, и ты контролируешь… Опять же таки, я не могу отнести это к своему состоянию функциональному, потому что я контролирую руками, как бы, вот, именно так, как контролирую в тренировочном процессе. Это для меня достаточно комфортно. Это сейчас, если Махачев перестанет контролировать ногами, ему будет некомфортно, потому что он не привык так работать. А для меня это была привычная работа, поэтому никак не связываю я это с моим функциональным состоянием. Угу, я понял. Смотри, по поводу Александра Шлеменко, ты сделал с ним недавно интервью. Ага. Вот было что-то такое, ну, знаешь, у тебя какой-то был вопрос, но ты его так и не задал. Ну, может быть, как-то или постеснялся и подумал, что… Нет, я его не стеснялся. Ваше такое не было? Да, в общем. И как тебе, в общем? В общем, пообщались, ну, достаточно такая продуктивная была беседа у нас. Вот. Ну, уже почти миллион просмотров, да, на YouTube. Так что все получилось, как я и хотел. Да, о правильных вещах говорили, да, с правильным посылом и так далее. Где-то с юморком, да, где-то и пошутить не забывал я. Вот. Да, одно из немногих интервью, где он улыбался, Шлеменко, да. Но такое жесткое все равно получилось. Не часто мы встретим улыбающегося Шлеменко, да. Вот. Не часто его таким застанешь. А там, в принципе, в какие-то моменты и улыбался, и даже подшучивал, даже бывало. Ты согласен вот со многим, что говорит Александр, я сейчас не помою? Да, я со многим согласен. Я поддерживаю его позицию. А с чем ты не согласен? Есть такое? Ну, не знаю. Он сам человек такой, да, по себе, да, что каждому присущий по-своему делать определенные вещи, по-своему разговаривать. Ты, например, говорил бы так, а я, например, преподносил его по-другому. Он немножечко такой, конечно, угрюмый парень. Вот. Вот именно в том, за что он не согласен с одним, да, это, например, по поводу того, что постучать нельзя во время боя, да, там, типа, тебя поймали на удушающей, ты засыпаешь, поймали на руку, пусть ломает, типа. Нет, это неправильно. Я считаю, это спортивная составляющая. Мы в спорте, мы не деремся сейчас за свою семью, там, и так далее, чтобы уже, несмотря ни на что, как бы, сломают руку, не сломают, продолжаешь, как воюешь. В глаза тоже пальцы не засовываем мы. Да, правильно, это же спорт. Опять же таки, человек, если не постучит, да, исходя из вот этого совета, да, Александр Шлеменко, ему сломают руку, он будет, он не сможет строить карьеру потом дальше свою. Смысл, это просто без, ну, нет в этом смысла, чтобы не постучать. Кому что доказывать? Это спорт. Сейчас тебя подловили, ты постучал, завтра ты подловишь, завтра ты сделаешь все, чтобы тебя не подловили, но ты должен оставить себе эти возможности, это делать. Если тебе руку сломают, тогда уже проблема будет у тебя другая, как бы. Ты, возможно, в один момент скажешь себе, блин, да что я не постучал-то? Надо было постучать и вернуться сильнее, нежели сейчас я вот такой травмированный инвалид хожу, как бы. Вот в этом не согласен я с ним. А в остальном согласен. Я думаю, мы все видели видео, как Александр в Дагестан ездил прошлой осенью. А вот по твоим ощущениям в Дагестане уважают? Да, да, Шлеменкова уважают в Дагестане, да. Очень уважительно к нему относятся. Ну, я так, по моим ощущениям так. Вот сейчас была пресс-конференция, и Вячеслав Василевский затронул такую тему, что, ну, там есть противостояние национальности. Нет, я не отношусь к этому, как противостояние национальности и так далее. Ни славы, вообще ни с кем я так не относился. У меня достаточно там Иван там и так далее. Ну, для меня это ничего не значит. Это мы вот на территории России, мы определяемся, кто из нас сильнее по спортивной составляющей. Вот и все. Ну, это может быть еще имел, там знаешь, виду, что это профессиональные болельщики. Ну, люди могут, да, люди могут по-разному, да, это. Люди могут, исходя из разных моментов, выбирать себе человека, там, бойца, за которого будут болеть они, да. Даже исходя из его поведения, там, или из национальности, или просто из внешнего вида. Человек может, просто он ему нравится, внешний его вид, как он выглядит, как он подает себя. Вот. Из-за этого может. По разным причинам человек может болеть, переживать, да, как бы за какого-то определенного бойца. Да. И, наверное, национальность тоже не исключение. Но я не подходил к этому вопросу так. Мы достаточно на этой территории много национальностей, да, на территории России, как бы. И все мы умеем жить дружно, да, имеется в виду. Ну, ладно, где-то, что-то, наверное, не бывает везде идеально, правильно? Но сам факт, что мы уживаемся, это уже делает нас сильными, и мы вот тем самым убираем в сторону вопрос национальности, как бы. Так-то, если сказать, например, «россиянин», даже, вот сейчас все, кто на территории России, можно сказать «россиянин». Вот, но не обязательно там лицо, допустим, кавказской национальности, лицо московской национальности, там, или лицо там воронежской. «Россиянин», два «россиянина». У тебя есть фотка 2016 года, это, видимо, в офисе «Файт-Найтс», вы там с Ванеевым, вы стоите и… «Файт-Найтс» Да, 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 да. Вот расскажи, как вот эта фотография вообще появилась. Ну, я так бывало, появлялся, я же достаточно активно себя вел, и я часто мог ворваться там в интервью Владимира, как бы, забежать к нему. Достаточно тогда у нас такое доброе, положительное было общение. Знаете, вот то, что у нас там какие-то конфликты произошли, я не отношу это вину полностью, там, не говорю, что он виноват во всем. Ну, оба виноваты, да, в каких-то моментах. Вот, где-то я виноват, где-то он. Опять же, такие, на тот момент все было у нас так, здраво, еще не было у меня по отношению к нему какой-то особенной агрессии. Да, и, как я помню, и у него по отношению ко мне не было. Вот, ну, какие же мы и поштить успевали, как бы, и пояс потянуть, там, поперетягивать. Вот, так и появилась эта фотография. Бой с Миниевым тебе сейчас интереснее по ММА или по боксу, Сош? У меня разницы нету. Он тебе просто интересен? У меня разницы нету, просто мне нужно еще раз с ним подраться. Мое, внутреннее. Ты знаешь же, я бывал там, знаешь, во дворе вот подерешься, у тебя что-то не получилось, и ты сидишь в его темном подъезде и ожидаешь своего нового шанса решить вопрос. Ну, вот тут ситуация, если в третий раз что-то не получится, я оставлю этот разговор. Я скажу, все, ладно, не получается с ним. Ну, а пока вот эта вероятность третья, возможность третьего поединка присутствует, интерес к этому будет, я думаю, нужно делать, я думаю. Тебе? Нужно подраться, да. Тебе подкреснули слова Владимира по поводу того, что вам не жалко магов? Нет, это он меня подбадривает, по всей видимости. Я думаю, он меня подбадривает, типа, чтобы я был более активным. Знаешь, что ему самому тоже это интересно? У меня разницы нету по боксу, по ММА, хоть по ММА, хоть по боксу. Ты как вот воспринял такое мнение, что ваш бой с Дурадолой, ну, то есть, что твой соперник не в полную силу боксировал? Ну, ты сам, в принципе, видел это видео, где он тогда... Это глупость, это глупость и все. Еще как работал он в полную силу и так далее. Так какая разница, 16-16 перчатки были у нас или 10. Ну, если, окей, если бы он мне попадал во много, да, Дурадола, во время боя, там, бил бы, бил бы, а я не падаю, не падаю. И он в конце говорит, 16-16 перчатки, это можно понять. Может, там, типа, не мог меня уронить, допустим. Но когда он сам пропускал эти все удары, плюшки, да, он мало попадал, практически не попал в меня. Я говорил, что я буду быстрее, ему будет сложно. Они недооценивают мой скоростной режим, так сказать. Вот, если я вижу, что человек медленнее меня, я бываю очень раскован, да, и вот первое его действие, Дурадолы, дало мне понять, насколько он быстр, да, насколько он медленный, то есть. Вот, исходя из этого уже двигался я. Ну, все было по-настоящему. Что бы там ни говорили, я-то чувствую себя, ну, победителем по факту. Вот, как он не боксировал, еще как боксировал, он пытался ударить меня, пытался сделать, пытался ударить меня сильно, как бы, эмоционально ударить хотел, понимаешь, у него были эмоции. Он не мог пристроиться ко мне. Я немножечко неординарный, так сказать, боксер, да, с необычной техникой, нестандартной. Еще одна старая фотка, это где вы в зале с Александром Емельяненко, это у вас там, или мастер-класс был. Да, 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 это съемки были какому-то промо про Александра Емельяненко, и тогда меня позвали, типа, нужен человек, кто с ним потолкается, там, чуть-чуть, ну, для промо, для его промо. А, ясненько. И вот так я его встретил тогда, Саша. Тогда он же мне показался немножечко какой-то, ну, мы немножечко потолкались, немножечко поборолись, и он как-то тяжело дышал, я вот не мог понять, с чем это связано на тот момент. Как тебе его дуэль взглядов с Вячеславом Датцком? Ну, сейчас все обсуждают, понятно, внешний вид, царапин на носу, там, и прочее. Ну, вот это вот, вот что обсуждают, да, обсуждают не просто так эти, правильно, ему надо, не знаю, надо советы раздавать легко, но у него какие-то есть сложности, по всей видимости. Да, и советов, по всей видимости, недостаточно. Никто с ним не сможет справиться, кроме него самого, как бы, в этих вопросах, да, в вопросах своих, там, каких-то слабостей. Вот, ну, жаль, конечно, что так происходит с Сашей. Опять же таки отношу это к болезни, как бы, не к его, не его любовь там к чему-то, да, например, а его болезнь к чему-то. Состоится бой, как ты думаешь? Ты веришь в то, что он состоится? Ну, если даже состоится, у Саши, если Саша не возьмет себя в руки, у него будут серьезные проблемы в этом противостоянии. А, возможно, и свет потушит. Еще одна старая фотография, ты ее еще подписал, как-то мой отец побил меня так сильно, что я даже уже не помню, как сильно мне было больно. Вот расскажи, что за история была, что отец... А тетя сильно меня побил, очень сильно, да, и потом пришел ко мне, когда я вот шок ловил от того, как он меня побил, и он мне говорит, ну, ты понял, за что получилось, сынок? Я говорю, понял. Он говорит, так на меня поворачивается, и я говорю, зато, сынок, ты можешь никого не бояться, знаешь почему? Я говорю, почему? Он говорит, потому что сильнее, чем я, тебя уже никто не побьет. Вот, и, так сказать, такой воспитательный такой момент был. И реально меня по сей день сильнее, чем папа, еще никто не побил. А что ты тогда натворил, что пришлось побить? Ну, я был такой, очень такой ребенок, меня сильно били, как бы, но все равно я продолжал, как бы, этот, как, так сказать, заслуживать этих... Поздно приходил, там, мог велосипед у кого-то забрать, там, вот, и велосипед забрал, там, а люди пришли, сказали, что, ну, там, дом ограбили вместе с этим велосипедом, там, и так далее. Много всяких вот таких случаев, за что, в один момент он на меня смотрел, и ты, ты ненормальный, что ли, ну, типа, он и бьет, как бы, меня много и бьет, ну, и при этом я продолжал, как бы, вести себя неправильно. Но было за что, реально, там, было, мы нехорошо себя вели для того возраста. Смотри, в 2013 году ты участвовал в чемпионате Дагестана по вольной борьбе. А почему ты решил туда заявиться? Ты же тогда уже, в принципе, по ММА выступал во всем. Потому что борьба у меня в крови, мы не, этот, а не факт, что я снова куда-нибудь не залезу, не поборюсь, как бы. Борьба у меня в крови, я борец, я с борьбы начал. Как бы, хотелось приехать и провести время на ковре, как бы, побороться. И, так, удачно поборолся я, там, три схватки, я победил, там, весь день боролся, да, как и хотел. Какое место занял тогда? Третье. Третье, да, на чемпионате Дагестана. Я думаю, меня зажали, с Хачбаром зажали, Хачбар, меня зажали тогда, братишка, я затащил. Хачбар, это же не, ну, это не, да ладно, он боролся? Да, за выход, да, на 97 боролись. А, на 97, понятно. Вот есть такое мнение, что у борцов, у вольников тренировки гораздо сложнее их вынести, чем у бойцов ММА есть, конечно. Не бывает так, ну, не бывает ни один спорт, даже возьмем керлинг. Они тоже, вот, если мы начнем тренироваться, да, так же нам будет сложно, тяжело. Не бывает легких видов спорта. Везде тяжело, везде тяжелая, суровая работа. Если хочешь чего-то достигнуть, нужно работать, выкладываться. Не бывает в боксе по-своему, устаешь в борьбе по-другому, в ММА по-другому. Везде по-разному, но принцип один, тебе тяжело. Продолжение следует...